Здравствуйте! Здравствуйте! Лично с вами познакомимся. Не дали вам поработать там сегодня. Ничего, нормально. Так, ну давайте, рассказывайте. Наталья Дудкина живет в Вестнике 22 года. Знает хутор вдоль и поперек. Главу Анапы пригласила именно она и первым делом ведет его на почту и в медпункт. Находятся они под одной крышей, которая давно нуждается в ремонте. На состояние почтового отделения головное федеральное ведомство по обыкновению не обращает внимания. А медпункт прошлой осенью немного привели в порядок, рассказал исполняющий обязанности главного врача третьей участковой больницы. Состояние, конечно, печальное, скажем так, но тем не менее, тем не менее, мы наведем. Порядок обещаю, займемся этим. Мы специально для этого и приехали. По вашей просьбе. Надо носить в случае это здание и потом его приводить в порядок. Более раз это для жителей. Да, наших все равно мы делаем. Поэтому надо заняться этим вопросом. Кстати, слухи о том, что в хуторском медпункте перестанут брать анализы, не подтвердились. Все анализы у пациентов будут забираться, как забирались на месте. Участковая больница номер 3. Никуда ехать не придется. Здесь же на месте с вопросом главе города обратилась хуторянка Юлия Петровна Лусникова. Документы на оформление участка затерялись где-то в городских службах. Ехать на прием в администрацию далековато. Юрий Поляков внимательно выслушал и обещал помочь. Ну давайте, ничего страшного, мы быстрее найдем их по адресу, по вашему, чем вы там будете где-то их искать. Найдем документы, я пришел специалистов, все вам расскажу. Еще одна остановка в местном доме культуры. Здание ждет капитального ремонта, его начали было, сделали кровлю, но в главном актовом зале царит запустение. Вот раз клуб в таком состоянии, раз делали крышу, что-то планировали для него сделать? Планировали. Насколько нужен клуб здесь, в Вестнике? Нужен? Ходит молодежь сюда. Сколько молодежи тут? Занимаются они все? Занимаются в крючках. Помещение просторное и всегда ему можно найти достойное применение. Если не для концертов, то для спортивных занятий точно. Сколько лет он в таком состоянии стоит? У меня 10 лет работает. Вот 10 лет он в таком состоянии. Может где-то и хуже есть, может где-то лучше, но 10 лет стоит, надо принять по нему просто решение. Раз крышу сделали, значит он уже сухой. Значит потихоньку надо заниматься внутри, что-то делать ему. Молодежи много ходят? Да. Ну тем более молодежь ходит, для молодежи надо делать. В Вестнике сегодня проживает около тысячи человек. Родные места люди любят и отстаивают свое право на комфортную жизнь. Продолжение следует...